Здравствуйте! В эфире Сталкер. Программа для тех, кто не разучился думать и о том, о чем другие СМИ предпочитают не говорить или упоминать лишь вскользь. В студии Дмитрий Новиков. Мы готовы предоставить вам информацию для размышлений и выводов. Итак, сегодня в выпуске. Дождливое лето 2018. Последствия ливней и как избежать затопления края в будущем. В аренде вода, но плата с земли. Как зарабатывают деньги коммерсанты на русском. Технологии обогащения на отдыхающих. Страсти по Суражевке. Жители края могут остаться без парниковых огурцов и помидоров. Можно ли предотвратить банкротство предприятия? Об этом в многом другом в сегодняшнем выпуске программы Сталкер. Дождливое лето 2018. Наверное, именно с таким названием войдут прошедшие несколько месяцев в историю края. Влажная погода не отпускает Приморья. Проблема подтопления для многих муниципальных образований края была очень актуальной и на этой неделе. С утра и до позднего вечера без выходных 23 комиссии оценивают ущерб, который нанес жителям Уссурийска Тихоокеанский тайфун. 27 августа на территории четырех районов Приморья было объявлено введение режима чрезвычайной ситуации краевого масштаба. В Уссурийском городском округе за сутки выпало около 53 миллиметров осадков. Подтопление окраин началось ночью. В спальные районы города вода пришла под утро. Елена Спирина уже опытный подтопленец. В ее дом поводок приходит третий год подряд. К наводнению готовилась заранее. Всю живность разместила в багажнике стареньких «Жигулей» и вывезла на возвышенность. Полы в доме, мебель и часть бытовых приборов спасти не успела. Все пострадавшие имущества заносятся в протоколы оценочной комиссии. За три дня Единый аналитический центр Уссурийска принял больше тысячи обращений об утрате имущества. Ущерб больше половины адресов уже описан. Документы переданы для начисления компенсации. Много таких, где прям затоплено и под потолок было воды, и вся имущество утрачено. Есть такие, которые просто урожай пострадал. Или у кого-то просто вода в подполе стоит, но в дом она не заходила. Компенсации у нас 10 тысяч за обследование дома, 10 тысяч за утрату урожая, 50 тысяч за частичную потерю имущества. То есть это бытовая техника, это мебель, это кухонные какие-то принадлежности. Ну и 100 тысяч это полная утрата имущества. Ограничения, то есть как бы, ну нет, заявления принимаем абсолютно от всех. Независимо есть страховка? Нет, вне зависимости от страховки объезжаем абсолютно всех заявителей, всех обсматриваем, всех обследуем. Помимо материальных выплат в городе задействован десяток строительных бригад, которые помогают восстанавливать частные хозяйства и разбирать мокрую мебель. Основные восстановительные работы идут силами МЧС и муниципалитета. Район Семи ветров, Солдатского озера и улицы Виноградный на мелькомбинате – основные зоны подтопления. По словам главы Уссурийска, за три года силами муниципалитета были прочищены дамбовые каналы, заделаны подмывы, установлены задвижки. Этот комплекс мер дал свои результаты. Основка стала лучше, вода сошла, она очень сильно сошла. У нас были некоторые промоемы в дамбах, воды было очень много, больше, чем в 2015 году, на 28%. И поэтому, как только вода спала, мы сейчас здесь на 7 метрах подделываем, здесь дамбу сделали. Сейчас у нас ПНС работает, нашли ту ливневку, которая потерянная была. Сейчас у нас поехали люди, также у нас дамба немножко подпортилась на сторону мелькомбината. Сейчас там работают наши люди, тоже все поднимем. По словам главы администрации Уссурийска, оценки синоптиков неутешительные. Активность летних циклонов с каждым годом будет только расти. В целях предотвращения наводнений разработан комплексный план защиты Уссурийска. Над документом трудились геологи и проектировщики. Учтены особенности городской застройки, грунт и активность трусел рек. Мы сделали общий план защиты округа от наводнений. Предоставили его губернатору, он его подписал. Сейчас высылаем выше федеральные структуры, чтобы все посмотреть. Сумма не маленькая, там около 6,5 миллиардов. Это центральная дамба через весь Уссурийска, который надо доделать. Ну и остальные дамбы, которые мы расписали у нас по округу. Мы, конечно, эти два года много сделали, потому что в 2015 году, когда здесь дамбы были плохие, не было шиберов, здесь вода дошла в квартиры, в первый этаж. Сейчас мы даже в подъезда воду не пустили. Так что воду не пустили ни на Междуречье, ни на Слободку. И ни в одно село у нас вода не вошла, в дома. Только были перекрыты краевые дороги, переливы. А самое главное, что нужно, это нужно чистить русло. Губернатор уже в этом году собирает, дал команду, уже сейчас службы начнут в этом году первые чистить русло. И в следующем году это будет продолжено, потому что будет сейчас закуплены краем специальная техника, которая предназначена для чистки русел. Это, конечно, нас спасет, пока мы не сделаем дамбы. Реализация комплексного плана защиты Уссурийска от наводнений планируется в течение пяти лет. На это время для защиты от большой воды город запасается строительной техникой и гидротехническими машинами. Во время паводка воду из подтопленных районов откачивали до 15 передвижных насосной станций одновременно. Проблема паводков была и остается одной из самых тяжелых для Приморья. Решать ее принципом затыкания дыр абсолютно неверно. Здесь необходимы системные шаги, причем на разных уровнях и районном, и краевом, и федеральном. Необходимы системные решения по другой проблеме. Спасению тепличного хозяйства в Суражевке. В прошлом году предприятие могло остаться без тепла. Тогда ситуацию удалось стабилизировать, однако причины кризиса так и не были устранены. В этом году речь уже идет о возможном банкротстве компании. Если это произойдет, о местных тепличных овощах можно будет забыть. Село Суражевка, федеральное унитарное предприятие Дальневосточное, Актовый зал. Внеплановая встреча сотрудников с профсоюзом. Тема разговора – будущее градообразующего предприятия Суражевки. За несколько лет комбинат накопил почти 240 миллионов рублей долгов. Перед банками, по налогам, перед ДГК, главным поставщиком тепла. Если не вмешаться сейчас, то единственная перспектива для ФГУП Дальневосточное – это процедура банкротства. У предприятия очень много долгов, и сейчас из-за этого у нас большая сложность с вхождением в новую культуру оборот. Сейчас у нас на предприятии межсезонье, то есть теплицы у нас не функционируют, идут подготовительные работы, дезинфекция. Но для того, чтобы мы зашли в оборот, нам нужно уже буквально в сентябре делать закупки матресурсов, то есть закупать семена, удобрения, субстраты и все другое. Если мы сейчас в данный период это не сделаем, то мы просто упустим время и вовремя в оборот не зайдем. Если мы не зайдем в оборот, нам не дадут тепло, то теплицы разморозятся, и восстановить их будет потом крайне сложно. То есть мы не то предприятие, которое можно закрыть, допустим, на год, да, законсервировать, а потом запустить заново. Так не получится. То есть у нас должен быть непрерывный процесс. В зиму не зайти просто не можем. Источник финансирования, так как мы сейчас продукцию на теплицах не производим, у нас функционирует, можно сказать, то, что нам приносит деньги, это только молокозавод, а вот этих денег нам сейчас не хватает для того, чтобы даже решить текущие вопросы. А вот поэтому помочь может субсидия. Она заложена в бюджет, в принципе, мы на нее рассчитываем, но так как у нас есть проблемы по налогам, по долгам по налогам, то мы ее в данный момент получить пока не можем. Долг по налогам 38 миллионов на данный момент. То есть сумма довольно-таки большая, естественно, что сами мы покрытие не сможем. Очень большие долги у нас перед ДГК, это предприятие, которое поставляет нам тепловую энергию, то вопрос также не решен. Дело в том, что ДГК на нас подала в суд, и сейчас вот в ближайшее время должно быть судебное заседание, и как это будет в дальнейшем решаться тоже, пока этот вопрос еще не решенный. То есть нам нужно решать параллельно несколько задач. О том, что ФГУП Дальневосточная задолжала поставщику тепла и задолжала по-крупному, стало известно осенью прошлого года, аккурат перед началом отопительного сезона. Прежний руководитель предприятия Владимир Сидоренко заявил, платить за тепло нечем, предприятие на грани закрытия. Тогда, в октябре прошлого года, нам удалось записать интервью с Владимиром Сидоренко. Руководитель предприятия не скрывал, долги возникли не за месяц и даже не за один год, но всему нашел объяснение. Вы говорите, что вы с 2013 года начали бить в колокола и говорить о том, что будут проблемы. Почему 2013 год? Почему 2013 год? Значит, мы в 2013 году первые зашли на реконструкцию наших комбинатов. Мы привлекли серьезный инвестиционный ресурс. Естественно, мы не рассчитывали на возникновение вот этой совпадения сразу нескольких отрицательных факторов экономических. Ну, финансовый кризис, который наступил. Выросли резко процентные ставки по кредитным инвестиционным ресурсам, по коротким кредитным ресурсам, что не могло не сказаться. В этот же год резко на 14% сделало скачок тариф. Не на 4, не на 5, а на 4. Ну, понятно, инвестиционные процессы, они компенсировали свои потери. Почему у ДНК такая принципиальная позиция? Вы знаете, мы каждый год находились с нашими коллегами выходы. У нас вот в 2016 году, я же сказал, первый раз ситуация сложилась, мы вот на эту дату имели задолженность 34 миллиона. Не 25, а 34. И мы нашли компромисс. В этом году, к сожалению, вот их позиция была супер принципиальной. Супер принципиальной. В мае 2018 года после 8 лет руководства Владимир Сидоренко ушел с поста директора по собственному желанию. Сотрудники предприятия возмущены. Руководитель ушел и не понес даже административного наказания. Правильно ли я понимаю, что сейчас в основном коллектив предприятия, ну, грубо говоря, показывает пальцем на предыдущего руководителя, на Сидоренко, что он загнал предприятие в долгие деньги? Ну, мы так и считаем на самом деле, потому что до того, как пришел Сидоренко Владимир Петрович, конечно, были у нас тоже некоторые сложности, особенно вот в этот летний-осенний период, когда нет продукции, степлиц. Ну, все равно было, но не до такой степени, конечно. Почему? Ну, потому что брат его привел сюда. Привел сюда Сидоренко Сергея Петровичева и поставил его сюда работать. Понимаете? Второй вопрос. С какой целью он губил предприятие? Зачем это ему? Потому что он до этого сгубил. Вы знаете, я вам что хочу. Когда он пришел сюда, я не могу вам сказать, что это стопроцентная... Как бы я ни была в Спасском районе, но до этого, как он пришел сюда, нам все говорили, что он три совхоза в Спасском районе обанкротил, сгубил. Написал по собственному желанию. Вы думаете, почему вот люди так возмущены им? Почему они так долго его вспоминают? И все вот на него валят. Потому что человек завалил предприятие, он пришел, у нас не было долгов. Понимаете? У нас не было... Ну, там бывали такие периоды, что там с теплом у нас какие-то были неразберихи, потому что все равно оно занимало у нас большую часть наших финансовых... Да, финансов от наших. Вот. Но это все покрывалось в течение года, это как-то все утрамбовалось. А этому не надо было. Ему не хотелось ничего это. Пооткрывал отдел в конторе, которые совершенно не нужны. Рабочих всех уходил, нагоняли туда таджики, узбеки, китайцы. Прям там на цехах жили, там на цехах готовили. Это нарушение фитосанитарных норм, этого ни в коем случае нельзя делать. Розы посадил для себя. Это вообще в овощном... Рядом с овощами этого нарушение технологии идет. Если у нас повышалась раньше при прежних директорах зарплата, мы знали, все повышаются на 5 процентов, там на 15 процентов. А здесь была такая система. Тебе, Маша, я на 15 подниму, а тебе, Ванечка, фигу покажу, потому что ты противишься мне. Он боялся специалистов, которые раньше работали, потому что люди были грамотные. Они ему указывали, что так делать нельзя. Нельзя так делать по фитосанитарным нормам, нельзя так делать по коллективному договору. Люди знали этого. Он не хотел этих людей, он их убрал. Он взял тех, кто его устраивал. Почему наш бывший директор Сергей Владимир Петрович, который, грубо говоря, куда он эти деньги делал, я уже не буду называть, чтобы потом к ответственности не привлекли. Но умыкнул. Куда он их делал? Скажите, пожалуйста, куда он делал? Потому что в финансовую дисциплину люди не могли попасть. Если раньше я знала, за каждый день у меня на цехе сколько вышло продукции, по какой цене, кто когда взял, то потом это просто было табу. Не приведи, Господи, вы скажете, что мы заработали столько-то денег. Не, Боже мой, это закрытая тема вся была. Я был, сколько, ну, полтора года, как бы. Ну, будем считать, что, скажем так, один сезон я прошел с предприятием, второй сезон вот сейчас у нас. У меня, допустим, директор уходит в отпуск, представьте, уходит в отпуск, оставляет, это было в 2017 году. А вот только начал я работать, он уходит в отпуск, оставляет за себя первого заместителя, то есть меня, не давая мне при этом распоряжаться финансами предприятий, даже не поставив один эскул. То есть я, конечно, поудивлялся, вот, главный бухгалтер говорит, мы сами все тут решим, все нормально, Сергей Анатольевич, идите, занимайтесь своими инженерными делами, понимаете? То есть недопуск был конкретный к экономической деятельности предприятия. Все велось к тому, чтобы предприятие, может быть, обанкротить, поменять форму собственности, приватизировать, это я по пунктам рассказываю, может быть, цель была какая-то другая, но предприятие губилось в течение трех-четырех лет умышленно. Шел разговор о том, что все вгупы должны были до 2018 года либо акционироваться, либо приватизироваться. Ну, наверное, я так думаю, то, что предприятия все-таки подвели под такие долги, может быть, с этой целью это и было сделано. Ну, мы не можем прямо вот сказать точно, но, во всяком случае, такое предположение есть, что именно с этой целью подвели под такие долги. Ну, наверное, что-то пошло не так, а люди остались заложниками ситуации. Вот и все. Ну, штат у нас вот до недавнего времени был 320 человек, да, Ирина Анатольевна, 261 остался. Вот представьте, за какой короткий период, сколько ушло людей с предприятия. Здесь хочется, чтобы люди работали и предприятия сохранили, потому что не будет предприятия. Ну, разворуют, и так тут все тащат, воруют. Дырки эти в заборах мы латать и не успеваем. Все тащится. Теплотрассу вон раздели. В теплицах, которые законсервировали второй цех, там вообще уже все вырвали, вырезали. Его просто он восстановлению не подлежит. Закрыли под видом реконструкции, что давайте, давайте, мы сейчас будем новый цех строить. С японцами долго работали, но с вопросом с японцами тоже почти три года мы его решали. Потом на каком-то уровне этот вопрос просто закрыли. И все. И получается, что и цех разграбили. Вы посчитали вот по прикидкам, как минимум 20 миллионов нужно, как минимум, на то, чтобы восстановить там электроэнергию, там, ну, все вот, что можно было восстановить. У нас таких денег просто нет. И инвесторы к нам не идут, потому что земля федеральная. С налоговой я сейчас очень интенсивно решаю вопрос по мировому соглашению. Мировое, соответственно, нам необходимо для того, чтобы нас исключили из перечных должников. В таком случае нам практически получаем субсидии, на которые мы далее развиваемся. Сергей Анатольевич, есть такая мысль, она озвучивается, в том числе и сотрудниками предприятия, что в Михайловском районе строится очень крупное тоже предприятие по производству овощей. Что, собственно, сейчас на них весь акцент, а вы уже не сможете им составить конкуренцию. Поэтому Дальневосточному будет неинтересно. Вы знаете, я, ну, опять же, значит, эта информация вся, ну, скажем так, частично на уровне слухов, а именно на уровне слухов то, что нас забросили. Я не верю. Я все-таки надеюсь на то, что, значит, и край заинтересован в том, чтобы мы оставались... Поскольку я на встречах, ну, периодически встречаюсь и с краевой администрацией, и с, значит, с наукой, под которой, собственно, мы находимся, они заявляют, да, представители, ну, на разных уровнях, разных, скажем так, рангов, заявляют, мы об этом думаем, и мы прекрасно понимаем, что, да, это люди, и что не в интересах, крайне в интересах, скажем там, округа Артемовского предприятия губить. Вот они с июня месяца еще зарплату не получают. С июня! Понимаете, кто-то частично получил, кто-то нет. Детей в школу отправляют. О чем вы думаете? А они что, кушать не хотят? А ведь он сидит дома, и он ушел по собственному желанию. Вот что больше всего людей возмущает. Понимаете? По осени собирали капусту, у нас хранилища были под потолок завалены, бокс на цехах в склады завалены. И вот эти боксы, где у нас транспорт стоит, капустой были завалены. И все уходило. И все, и уходило, и хватало, и воровали, и продавать хватало. А сейчас, а потом нам сказали, ну, не создавайте нам конкуренцию. Опытная станция? Конечно. А там кто угрозит? Потому что там Сидорин. В свое время там был Сидорин. 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 Сидорин.